Сейчас я хочу рассказать про теорему Дональдсу Ноленбек-Яу вообще, потому что мне сказали, что это нужно для такой общей аудитории. Возможно, это все уже хорошо очень знают. И в самом конце я скажу про ситуацию, то, что происходит, про науку про суперсвязанности и что в этом случае… На самом деле я просто сформулирую некоторую гипотезу. Так что, возможно, это все будет очень просто. Хорошо, значит, тут есть несколько соображений. Сначала я расскажу просто про задачу в общем случае, значит, в случае обычных расслоений, про задачу классификации стабильных расслоений на киллерах и многообразиях. Потом расскажу, как основное утверждение может быть мотивировано из теоремы Компанесса, которая говорит что-то о киллеровой редукции, и потом уже расскажу про суперсвязанности. Хорошо. Значит, ну, что у нас происходит? Значит, у нас есть… Для начала давайте рассмотрим ситуацию ремной поверхности, самую классическую. Пусть у нас есть некоторая компактная ремная поверхность. Мы рассматриваем гламорфные векторные расслоения над ними и определяем наклон так, как там написано. Первый класс черный, деленный на ранг. Значит, мы говорим, что расслоение стабильное, если для любого собственного подрасслоения гламорфного его наклон меньше, чем наклон всего расслоения. Вопрос, как описать множество стабильных гламорфных расслоений, у которых, соответственно, гладкое, ну, с заданным, подлежащим гладким расслоением ЕЦ. Значит, ну, другой объект, с которым мы будем сравнивать это пространство, это множество унитарных плоских связностей. Мы рассматриваем связности на соответствующем гладком расслоении. Связанности можно, да, мы говорим, что связность неприводима, если не существует инвариантного подрасслоения в этом расслоении. И, значит, с каждой связностью можно ассоциировать форму кривизны. Связанность плоская, если форма кривизны замаляется. И если задана Эрмитова метрика, тогда мы говорим, что связанность унитарна, если выполнено вот такое равенство. Значит, теперь нас интересует множество плоских унитарных связностей. На нем действует калибровочная группа. Калибровочная группа – это просто автоморфизмы нашего гладкого комплекса на расслоении, в которой, соответственно, есть подгруппа, сохраняющая H, она действует, естественно, на множестве унитарных связностей. Хорошо, значит, ну, множество плоских связностей, для него есть очень простое описание, да. Мы говорим, что плоские связности, если мы их рассматриваем с точки калибровочных преобразований, мы можем по такой плоской связности построить локальную систему, в которой просто рассмотреть плоские сечения, наоборот, по локальной системе. Локальная система – это то же самое, что расслоение с плоской связностью. Локальная система классифицируется своими представлениями монодромии. То есть просто представлениями отображения из фундаментальной группы в JLN, профкатеризованное под действием JLN сопряжения. Вот, это, по-моему, называется, соответственно, Ремона Гильберт, ну, такая самая простая версия. Соответственно, унитарные связности, они переходят в соответствующее унитарное представление. Хорошо, теперь тут, значит, есть классическое утверждение. Теорема Нарасимхана-Сишадри. Что она говорит? Да, ну, тут написано, она говорит, что если вы рассматриваете стабильное расслоение, стабильное гламорфное расслоение, которое топологически, ну, и гладко-тривиальное, тогда пространство модулей их, оно отождествляется с вот таким фактором. Значит, просто с множеством классов неприводимых плоских унитарных связностей с точностью докалибровочного преобразования. Вот, например, в случае, вообще, да, ну, значит, самый простой случай, это просто когда у нас ранг равен единице, тогда, понятно, условия стабильности и неприводимости АДО ничего не дает, там нет собственных подрослоений, и неприводимость тоже для любого представления выполнена. И просто Даша отражает следие и имеет такой вид. С одной стороны мы рассматриваем все линейные расслоения, гламорфные расслоения, у которых класс черный 0, то есть пик 0, а с другой стороны мы рассматриваем просто отображение из P1 в C со звездочкой, которое, соответственно, всегда то же самое, что отображение из H1 в C со звездочкой, и это просто утверждение разложения ходжа на H1. Вот, как бы это можно рассматривать как версию такой неабельной, не знаю, некоторое обобщение, разложение ходжа. Вот, хорошо, значит, ну, если, на самом деле, если у вас есть, да, вопрос в том, как теперь, во-первых, какие бывают еще версии этого утверждения? Да, во-первых, значит, тут совершенно неважно то, что расслоение тривиальное. Ну, и Кобиан. Не знаю, ну, просто, в данном случае это просто обозначение. И Кобиан кривой, ну, просто пик 0 и есть. Нет, что-то неправильно? Хорошо. Вот, значит, ну, понятно, значит, если оно у вас нетривиальное, тогда понятно, что на нем нету, если у него глаз черный не лежит в кручении, тогда не может быть плоских связностей, да, потому что глаз черный можно считать через кривизну, вот, но есть проективно-плоские связности. А, хорошо, да, извините, да, это можете... Да, я имел в виду обычные промежуточные Кобианады, конечно. Просто... Расслоение степени 0, да. Да, да, потому что на самом деле топологически тривиальны. Вот, значит, если на нем нет, не бывает плоских связностей, на самом деле есть проективно-плоские связности, и обобщение вот этого утверждения, это вот такой изоморфизм, потому что он проективно-плоских связностей. На самом деле есть обобщение этого утверждения на случай произвольного расслоения над любым Келлером, на самом деле над любым комплексным многообразием. Это теорема геннолиционного Ленбек-Яу. Сейчас я ее сформулирую. Значит, ну, тут просто есть некоторое простое обобщение предыдущего. В смысле, не простое, а легко сформулировать это обобщение. Значит, пусть у нас теперь X — это какое-то Келлерово многообразие, тогда мы можем на нем рассмотреть пространство связностей, которые, значит, пусть над ним есть какое-то комплексное гладкое расслоение. Мы можем рассмотреть пространство унитарных связностей, там, Эрмитова. Мы можем рассмотреть пространство унитарных связностей, имеющих кривизну 1.1 типа. И, значит, это первый объект. С другой стороны мы определяем, мы должны определить стабильность, стабильность определяется точно так же для гламотного расслоения. Она определяется точно так же, как раньше, только нам нужно, наклон уже не будет, прошлый определение наклона не будет работать, а то будет работать определение, которое вот здесь написано. Степень, определительная ранг, которую, понятно, обобщает предыдущие. Вот. Ну, тогда давайте определим такой функционал Иандемилса. Будет определенное пространство всех связанностей на гладком комплексе и вот таким образом уберите кривизну. И, ну, можно сказать так, чтобы в кривизну подставляем бивектор двойственной комплексной келлеровой форме относительно метрики. Или вот другое определение такое, чтобы удержать кривизну до келлеровой формы в степени n-1. Это какая-то степень старшей разменности. Делим на уровень в степени n. Получается функция, еще делим ее на ранг. Вот. Вот. Получается функция с значениями в эндоморфизмах. Делим ее на ранг. Вот. Значит, определение связанности Янга-Милса, такая связанность, для которой функционал Янга-Милска, он просто равен константе на дождественный эндоморфизм эндоморфизм, расслойение Е. Вот. И, ну, понятно, что, значит, во-первых, это общее замечание, что из этого определения сразу считается, сразу видно, на самом деле, что С это просто топологический вариант. То есть это не зависит от связанности, это зависит только от класса Чернера, ну, от степени расслоения и размерности многообразия. То есть степень расслоения делена на размерность многообразия на какую-то константу. Вот. Значит, и действительно, в случае, когда у нас, да, ну и в случае, когда у нас слоение топологически тривиальное, связанность Янга-Милса, это в точности связанности, то есть константа С будет равно просто нулю, с другой стороны, если мы работаем на поверхности, это Янг-Милс равен нулю, это тогда и только тогда, когда просто кривизна равна нулю. Вот. Поэтому это обобщение связанности Янга-Милса, это обобщение плоских связанностей. Вот. И теорема додальца нуля Бек-Яу это вот такое утверждение. С одной стороны, мы рассматриваем стабильные расслоения, которые стабильные гламорфные структуры на данном комплексном Глотморс-Лайне, с другой стороны, рассматриваем связанности Янга-Милса, неприводимые с точностью додействия калибровочной группы. Хорошо. Теперь вопрос. Да, ну основное, теперь как бы что-то тут можно сказать, да, то, что теорема Нарасимхана Сишадри, она более, ну там, гораздо более классическая, чем вот это обобщение, гораздо раньше доказано, а как бы обобщить позволило некоторый новый способ доказательства ее, который придумал Дональдсон. Доказательство, оно содержательное, там много разных частей, но если так, попытаться как бы рассказать какое-то самое центральное место, это некоторая аналогия с теоремой Кампанесса, которая говорит вам что-то про келлеровую редукцию. Сейчас я расскажу про то, что происходит в ситуации, когда у вас есть келлеровое многообразие, и на нем действует редуктивная группа, согласованная с келлеровой структурой специальным образом. Вот, значит, что тут происходит? Давайте я быстро расскажу. Значит, пусть у вас есть келлеровое многообразие, значит, мы рассматриваем специальные многообразия, ну, для простоты, просто у нас будет такая ситуация, мы рассматриваем такие многообразия, на которых глобально определен келлеровый потенциал, в юре гармоническая функция, для которой ДДЦ от ПСИ равняется нашей симптоматической форме. И есть некоторая компактная группа ЛИ, и есть ее комплексификация редуктивная, соответственно. Вот, теперь мы говорим о том, что действие келлерово, если, во-первых, комплексификация действует гламорфно, во-вторых, группа Ж, которая сидит внутри комплексификации, она сохраняет омега-Н. Вот, в такой ситуации мы определяем отображение моментов. Ну, на самом деле, значит, есть совершенно, наверное, все более-менее знают то, что есть для действия группы, которая сохраняет симпликтическую форму. В некоторых ситуациях, если там действие гамильтоново, можно написать, что такое отображение моментов. В данном случае оно пишется всегда и очень просто. То есть вот такое отображение, которое из алгебры ЛИ бьет функции на М вот по такой формуле. Здесь написано, производная ЛИ, Пси вдоль векторного поля, которое соответствует В. То есть если у вас есть группа действует, тогда каждому алгебру отображается векторной поля, и вы можете этот векторной поля вдоль него Пси продифференцировать. Хорошо, значит, другими словами, такое отображение можно переписать, как отображение из М уже со звездочкой. И легко видеть, что оно автоматический эквавариант. Тогда вы можете рассмотреть прообраз нуля относительно такого отображения, и это будет что-то, что опять сохраняется действием G, потому что понятно, потому что G со звездочкой 0, это орбита присоединенного представления, такое присоединенное представление, вы можете профакторизовать. И это фактор называется симпатической редукцией или фактором Марсдена-Вайнстейна. И утверждение в том, что на нем есть каноническая симпатическая структура. Просто индуцированная симпатическая структура из Келлеровой формы. Значит, теоремка МПНС, она говорит, что на самом деле это многоразия Келлеровы. Значит, что тут надо сказать? Во-первых, пусть у вашего действия комплексифицированные группы на М задана линейеризация. Это значит, что на М есть обильное расслоение, и действие группы поднимается до действия на расслоение. Тогда вы можете, другими словами, это записывается так, что у вас есть вложение из М в проективизацию некоторого представления группы эквавариантное. Тогда точка на М называется стабильной, если верно следующее, если вы отображаете ее, после того, как вы ее отображаете в проективизацию, берете прообраз в векторном пространстве и применяете к нему, к этому прообразу, значит, группу, рассматриваете орбиту, значит, вы после этого, эта орбита должна быть замкнута, ее стабилизатор конечен. Теорема Мамфорда, да, это называется, значит, факт, опять-таки, на этом множестве очевидным образом действует группа, вся наша хейлеровая группа, редуктивная группа, и вы можете взять фактор, и теорема Мамфорда говорит то, что это квазипроективное многообразие. И теорема Кампанесса говорит о том, что эти две конструкции, они совпадают, они дают одно и то же множество, и симпликтическая структура, которая есть на симпликтической редукции, и комплексная структура, которая есть на JIT-факторе, они согласованы, они дают вам кейлеровую структуру на всем многообразии. Теперь, как это связано с нашей ситуацией? В нашей ситуации у нас, в чем некоторые есть аналогии? Давайте рассмотрим наше пространство унитарных связностей. Оно афинно над пространством, просто один форм с коэффициентами в эндоморфизмах Е, которые сохраняют нашу расслойение. Ее везде нужно было писать, конечно, не Е, а Е, С бесконечности. Не важна комплексная структура. Голоморфная структура. Зато здесь важна унитарная мета, значит, важна эрмитовая структура. И дальше АУ – это афинное пространство над одинформами с коэффициентами в эндоморфизмах, сохраняющих эрмитовую структуру. Значит, на касательном пространстве они просто отождествляются. И выбрав, соответственно, давайте рассмотрим след на алгебре УН. И это нам дает как раз симметричную билинейную форму вот по такой формуле. Вы берете два касательных вектора в некоторой точке, берете их след, как пара эндоморфизмов, получаете некоторую два форму, и умножаете на киллеровую форму в степени n-1, и все интегрируете по иксу. Значит, так как след – это форма киллинга, просто извозь на Степан Каре легко понять, что эта штука не вырождена, ну и задает, соответственно, постоянную такую симпликтическую форму на пространстве связанностей, у которой есть киллеров потенциала. Нет, это вещественно-симпликтическая. Ну, она принимает значение в R. Да, но утверждение, что это на самом деле будет келлеровая структура, пока нас интересует просто, мы думаем про бесконечное мерное симпликтическое многообразие. Значит, на нем уже у калибровочной группы, она действует просто сохраняя киллеров потенциал, поэтому она сохраняет и форму, и она сохраняет симпликтическое многообразие, которое, значит, если вы посмотрите на теперь на формы 1-1 типа, у которых кривизна имеет 1-1 тип, то это будет симпликтическое многообразие, в нем есть открытое многообразие, которое просто не приводило к связанностям. Вот, значит, тогда имеет смысл задать такой вопрос. Ну, давайте мы попробуем, понятно, что это бесконечная мерная ситуация, но тем не менее, так как форма не вырождена, она имеет смысл спросить, что такое отображение момента. Все равно, если оно как бы существует, тогда она автоматически, ну, в общем, мы давали такое определение, что очевидно, что оно как бы существует, и утверждается следующее. Давайте мы посмотрим на алгебру Ли, значит, нашей калибровочной группы, посмотрим на ее двойственную. Тогда его можно с самой алгеброй Ли отождествить просто с помощью двойственности Пуанкаре и опять-таки формы следа. Видно, что вы можете, ну, вообще функции, они двойственны два формам, а два формы можно опять с функциями отождествить с помощью интегрирования и просто формы следа. И тогда отображение моментов должна быть некоторая функция из пространства связанности в пространство функций с коэффициентами в эндоморфизмах. Утверждается то, что это отображение моментов совпадает с множеством, с соображением Янга-Милса. Это значит то, что наша символиктическая редукция, которую мы определяли вот здесь, она по определению, значит, мы должны взять нули отображения моментов и прокатурализовать по группе G. В данном случае нули отображения моментов это нули, а, я тут неправильно написал, значит, это должно совпадать не со соображением Янга-Милса, а с Янг-Милс минус C на ID. Вот это вот, где C, это тот аутофологическая константа. И нули отображения моментов в точности будут связаны с Янга-Милса, а после того, как мы их факторизуем по группе, в точности получается объект, который стоит в теореме Денальд Сон-Уленбек-Яо справа. Значит, теперь вопрос, как получить с помощью теоремы Кэмпенесса, извините, что я перещёлки, с помощью теоремы, как аналог теоремы Кэмпенесса, представить, это наша общая теорема Денальд Сон-Уленбек-Яо. Вот она нам нужно как-то левую часть получить, точнее, в этих терминах на правую. Значит, нам нужно комплексную структуру ввести на этом пространстве унитарных связностей. Ну, вот это здесь написано, некоторые вопросы. Значит, мы хотим построить Кейлерову структуру на пространстве унитарных связностей и Кейлерово действия комплексификации так, чтобы существовала как бы в каком-то смысле биекция между JIT, JIT-фактором, то есть множеством стабильных орбит, профитеризованных по комплексификации, и пространством угломорных стабильных расслоений. Ну, тут есть, чтобы это объяснить, есть простое соображение, а именно, если у вас есть такое, это называется связность черна. Значит, если у вас есть гламорфная структура на расслоении, то на самом деле она вам задает унитарную связность 1-1 типа. И, да, значит, на самом деле это биекция. Что это значит? Значит, пусть, ну, это стандартная вещь совсем. Значит, если у вас есть гламорфная структура, она задает вам связность Дальбо, в которой D-bar-E обозначается, да, это дифференциал из комплекса Дальбо для гламорфного этого нашего расслоения. И наоборот, значит, если есть плоская связность Дальбо, тогда она задает гламорфное расслоение. И таким образом определен естественный изоморфизм пространств между гламорфной структурой и 1-1 формы. Вы просто теперь можете по связности Дальбо построить, однозначно ее дополнить до связности Дерама, и плоским связанностям Дальбо будет соответствовать связанности Дерама с 1-1 кривизной. Таким образом мы определяем на А1-1у комплексную структуру, потому что она есть на множестве гламорфных структур, и действия комплексно-калибровочной группы, потому что они действуют на гламорфных структурах. Таким образом, дальше вопрос самый сложный, ну помимо того, чтобы доказать теорему компоненции бесконечно мерную, которую оказывается Дональдсон придумал, что она увидела, что она доказывается так же, как в конечномерном случае. Кроме этого, вопрос в том, чтобы показать, что условия стабильности в смысле JIT, то есть вот, которые я сформулировал в терминах замкнутости орбит, оно совпадает с условием стабильности, как мы думали про расслоение, то есть, которое сформулировалось на первом слайде. И это, опять-таки, некоторое там у Ленбек замечание о том, что если вы берете стабильное расслоение, вы берете его дальше орбиту, то оно там в каком-то смысле стабильное в смысле JIT. Ну, правильный смысл. Вот. Значит, теперь, как это, ну в случае суперсвязанности я давайте расскажу просто определение некоторое и скажу гипотезу в самом широком смысле. Значит, что такое суперсвязанности? Давайте мы рассмотрим теперь компактный комплексный многобарий. Здесь неважно, что оно Келлерово. Рассмотрим его алгебры Дерама и Дальбо. Ну и, соответственно, соответствующие ДЖ-алгебры. Тогда, значит, с флоской суперсвязанностью Дальбо просто называется ДЖ-модуль над алгеброй, ДЖ-алгеброй Дальбо. Такой, что ассоциированный А-модуль локально-свободный и конечномерный. Вот. Ну, пример, как бы, очевидный такой, что если у вас есть комплекс гламорфных расслоений, то по ним можно построить плоскую суперсвязанность Дальбо. Именно вы просто берете все, значит, как бы такой пучок, градуированный пучок сечения этих всех слоений, тензорно умножаете его на А и строите на этой штуке дифференциал, который устроен таким образом. Во-первых, у вас на каждом из этих расслоений гламорфный, на нем, на каждом из его комплексов Дальбо уже есть дифференциал, дибар. Ну и дальше туда нужно еще φ-катэ продолжить, вот их так сложить и легко видеть, что условие, что φ-звездочка это именно комплекс гламорфных расслоений, равносильно тому, что эта штука по квадрате 0. Все, два слайда. Вот. Значит, производить, да, главное то, что, значит, одно из утверждений Бондула Рослова, что произвольная плоская суперсвязанность Дальбо локально имеет такой вид. Значит, теперь, зачем это нужно? Это то, что на самом деле категория суперсвязанности Дальбо, она дает вам даже оснащение категории ДБКОХ от x. Это, опять-таки, основные результаты этой теоремы, которые как бы новое, потому что для алгебраического многообразия у вас ДБКОХ от x можно. И так очевидным оснащением обладает, но в общем случае вот эта штука, которая там написана, она не эквивалентность. Это тоже приведен пример, кстати, Бондула Рослова. Для производного комплекса многообразия. Мы рассматриваем комплекс, ну вот с таким условием, да, это комплекс, но с таким условием, то что у вас комплекс модулей над алгеброй Дальбо, ну и еще вот есть условие, то что если забыть дифференциал, то это локально, ну как бы, да, то что они все локально свободные, конечномерные, и глобально он тоже конечномерный. Ну да, да, просто комплексный. Да, и… Ну вот, градуированная штука. Нет, ну это… Нет, связность дифференциал может не сохранять дифференциал. У вас он… Вот в этом, вот если мы посмотрим на вот этот пример, который тут написан, вы здесь бы могли взять вместо дифференциала, который здесь рассматривается, дифференциал, который на Е со звездочкой градуировку не сохраняет. То есть который бьет из Е со звездочкой в Е плюс… Е со звездочкой… там сдвигает на К градуировку по Е и К форму содержит. То есть тут такие связности, которые могут по формам иметь… быть не один формами, а К формами. Просто за счет того, что они сдвигают градуировку в другую сторону. То есть это дифференциал, такая… на этом бикомплексе, который здесь нарисован, дифференциал, он устроен сложным образом стрелок. У них суммарная степень единичка, а так он устроен сложным образом. Наверное, поэтому суперсвязано. Это дает даже оснащение. Есть определение того, что такое… Значит, мы хотим описать, на самом деле, множество суперсвязанностей таких с помощью… с помощью аналога теоремы Данальцон-Уленбек-Яу. Значит, для этого надо сначала определить, что такое суперслоение вообще, что такое комплексная структура эрмитово форма. И дальше, что такое определить, дать определение суперсвязанности Дерама. Оно, например, хитрое, потому что оно оказывается, что оно… Чтобы было вот это утверждение про существование единственной связанности Черна верно, оказывается, что определение суперсвязанности Дерама, оно начинает зависеть от определения эрмитовой структуры, от выбранной эрмитовой структуры. Ну и дальше эти мнения, значит, можно сформулировать. Опять построить некоторое пространство, которое назвать пространством унитарных суперсвязанностей с один-один кривизной, в которой будет действовать бесконечно мерная такая группа келевровым образом. И вопрос, попробовать доказать. Теперь для этого утверждение компонесса, понять, каким образом оно описывает пространство стабильных, опять-таки, в каком-то смысле, гламурфных расслоений вот этих вот стабильных, плоских суперсвязанностей Дальбо с одной стороны, с другой стороны, в каком смысле оно обобщает предыдущее утверждение. Спасибо. Размерность, многообразие, суперсвязанностей. Сейчас я скажу. Значит, сейчас я скажу. Значит, 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 что ну, мы определим, там дура, значит, такое определение, но я могу сказать, как определяют суперсвязанность, значит, мы определяем суперсвязанность вообще как, ну, я... Да, ну, пока, да, пока предлагается ее определять в смысле GIT. То есть не явно, через то, что орбит, ну, как бы, через свойства орбиты этой суперсвязанности под действием калибровочной группы. Это, да, это непонятно. Нет, это непонятно. Скорее, оно должно быть, у нее должно быть какое-то, должно быть вообще нестабильность палка. Наклон, в терминах наклона, да, данный, по Мамфорду, но, как бы, это, видимо, иногда это можно сказать, иногда это нельзя сказать. Я не знаю. Нет, это вот, мне, мне дали, дали работу вот с Мондалом, но они, она не опубликована, которая ссылалась, и что-то очень старая, она не опубликована. Вот. Ну, вот там вот какие-то, там вот, да, до определения, какие-то простые, доказательные, утверждения, как бы в определении, там они работают именно только с гламурской стороной этой ситуации, то есть, вот это определение уже, ну, там нет, например, связанности Дорамы, или суперслоения, они работают только вот с плоскими суперсвязанностями Дальбо, но кажется, что это можно, в терминах их работы можно понять, что такое суперсвязанность Дорамы. А размерность, наверное, какой-то очевидный ответ, но я сейчас, надо сказать, размерность, как бы касательно пространства, там, таким же образом устроена, как обычно. Ну, я пока не могу сказать, наверное, сейчас могу подумать, сказать еще. Вот. Ну, а так пока я недавно начал заниматься, поэтому пока я просто придумали эти определения правильные и придумали, собственно, так, чтобы вот это действительно было кейлеровое действие, то есть симпатическая структура, комплексная, чтобы она все сохранялась, взять отображение моментов, но там видно, что уже видно, что оно гораздо проще пишется, чем в общем случае, и окажется, что гораздо более общая ситуация. То есть там как бы вопрос про то, как определять эрмитовую метрику, на самом деле, эрмитовую форму на таком супер-штуке. Она оказывается, что она принимает, естественно, принимает значение в формах драма, да, и условия невыроденности, которые на нее задаются, они задаются в терминах вот такой старшей степени. Например, для Келлерового случая она выглядит вот таким, туда входят экспоненты от омега. Видно, что как бы этот пример, ну даже если бы была какая-то общая теорема, в этом примере она бы сложнее выглядела, чем общая. Ну, я не знаю. Какое? Вот, что-то. Здравствуйте, Михаил. Вот такое замечательное. В связи с тем, что, что, это, что, естественно, это, конечно, нацепляемое сомнение было. Поэтому очень интересный выглядел. Да, соответственно, Я просто не уверен, что здесь физически правильное определение суперсвязанности Дорама. То есть тут смысл в том, что чтобы сформулировать даже действительно теорему Кэмпанеса, нам нужно фактически, если бы мы предполагали, что у нас все, ну тут хочется, я дала инвариантное определение, но если бы определение были бы, придумал, а если бы определение было бы, допустим, для такой тривиальной ситуации, как в этом примере внизу, то у нас фактически смысл такой, что связности Дальбо, они имеют, там есть градуировка на тройное, у нас три градуированное пространство, тройная градуировка на эндоморфизмах, и связности Дальбо, они замуляются, как бы вот так. А связности Дорама автоматически не должны быть вот так. То есть это не все дифференциальные операторы, а очень маленькая часть. То есть это вот, там, это такие как бы таблички, в которых везде нули, кроме координатной оси. Потому что тогда не будет, да, это вот, то есть мы, наверное, с физической точки зрения, насколько Рослый мне говорил, ну я не знаю, просто вы говорите про вот эту вот. Да, я так понимаю, что там… Нет, это я про АКСЗ не думал, но насколько мне говорил Рослый, что естественно рассматривать в качестве суперсвязанности Дорама все дифференциальные, ну просто все как бы структуры, даже модули над алгеброй Дорама в этом смысле. Вот, но тогда не будет, у вас не будет, условно говоря, разложение на 0.1 и 1.0 часть у этого оператора. А она должна быть каноническая, чтобы каждая связанность Дорама приходила как связанность Дорьбу плюс что-то, что сопряжено некоторой связанностью Дорьбу. Ну потому что оно так… Не разложите в сумму таких двух. Да, ну, то есть оно там канонически не получается, там может перемешаться. А если… А нам это нужно, потому что, чтобы сформулировать вот эту ситуацию, теорема Компонесса, когда есть комплексное, ну, как бы, когда есть комплексное пространство, и в нем есть сидит вещественное, а еще сидит цеплеронное к вещественному, и оно… Правильно, да, и поэтому… Да, поэтому вот она… Ну вот она, это не половина от алгебры Дорама, да, и поэтому это проблема. Ну, может быть, это и правильно, да. Ну вот просто я говорю, что не все, получается, не все операторы… В словом, как бы, плохом, если в самом таком координатном говорить смысле, то определением, если у вас вот в этом примере, опять-таки я говорю, определение… Оказывается, что определение связности Дорама зависит от эрмитовой метрики, если у вас вот в этом примере эрмитовая метрика имеет вот такой вид, как там написано, то есть приходит из метрики на Е со звездочкой некоторой, тогда ответ такой, то, что связности Дорама это не все как бы структуры даже алгебры над алгеброй Дорама, а только такие, которые имеют там 0p составляющую плюс q0 составляющую, а не pq. Вот, если это подходящая вещь, тогда, возможно, тут можно что-то сделать. Я просто рослым, мне в какой-то момент говорят, что это не совсем правильно именно с точки зрения этого. Ну, да. Да.